Следующее. Аня, Аня. Может это Антон Мухин сначала? Антон будет выступать? С последними результатами. В продолжение. У тебя продолжение? У тебя не по измерениям разве? Доклад. Но в продолжение. Вот мне казалось, что наоборот, что ты должен начать. А Аня в продолжение. Они решили мне просто по рукам, Андрей. Аня, пожалуйста. Ладно, я просто, я презентацию Антона не видел. Мне казалось, что результат, который должен представить Антон, они с некой мотивацией для... За счет. Ну, в Нижнем у нас тоже собирается группа, которая будет моделировать Антон. И мой доклад будет о том, ну, о нашем первом опыте. Ну, то, что мы на месяц искали. Прошу нас сильно напинать. Главным писателем наших проектов был Иван Сапанаев. Который работает в другом месте и сильно занят. Но он нам, тем не менее, сильно помогал. Но некий у нас... Некий отрыв был от его опытного писателя. И нас не очень опытных пользователей. Поэтому ждем комментариев. Мы начали с самого простого и постепенно стали осложнять систему. Я ведь перепутала. Первым пунктом была просто щель. Обычная щель, даже не подложка. Мы ее променделили. Получили, что у нее диаграмма извлечения текальки, как у диполя. Потом мы ее поместили на подложку. Увидели, что стороны подложки извлечаются больше, чем стороны воздуха. Дальше мы поместили на подложку линзу. Походили посчитать кросс-поляризацию для одной щели. С линзой и с линзой. А где линзой? Четыре миллиметра. Четыре миллиметра. Потом вместо одной щели мы нарисовали антенну перекрестную щелевую. Посчитали ее тоже без линзы, с линзой. И как бы пытались еще рассмотреть кросс-поляризацию для всех этих систем. Как для одной щели, так и для перекрестной щелевой. Также мы считали отдельную линзу с подложкой. Просто чтобы посмотреть, что происходит и какой размер фигна. Размеры линзы тут показаны. Может быть плохо видно, это черный контур и слабый. Размеры точно как у машины в чертежах, по которым эти линзы изготавливались. И вот одиночные сейчас должны быть изготовлены в ближайшее время. Прям эти размеры целиком были вставлены? Основной результат это то, что линза фокусируется в том месте, где должна. И размер пятна получился 220-250 микрометров. Но как оценивать размер пятна, это тоже вопрос. По какому уровню размер у вас? Минус 3 дБ или что? Что он называется размером? Я сейчас даже не скажу. Если это минус 10, так и замечательно. А может быть минус 3, то да. Нет, это минус 10. Есть, так сказать, минус 10. Минус 10, то минус 16. Вот это скорее был минус 10. Размер пятна тех, кто не интересует. Нам надо поаккуратнее посмотреть, какие там интенсивности цифры и более точно определить. А какое сейчас приеме? Минус 30 белый или минус 10? Не так и так посмотрим. Для освещения рефлектора обычно берется минус 10, минус 12. Где-то так. Рефлектор, это одна антенна освещать. Не-не-не. А если пропускать из отверстий? А если пропускать из отверстий? Минус 3 стопит, так и минус 10 стопит. Нет, я вам скажу почему. Минус 3, если вы освещаете рефлектор, у которого практически обрезали. Там просто металл шоу шоу, металл. Блюдца. У вас получается эффект, как будто вы через отверстия освещаете, светим через отверстия света. И фракционный эффект оказывается огромным. Энергия, которая уходит в боковые потери, которая может случайно попасть в трактор, проезжающий по полю, в своей магнитной. И никаких звезд вы никогда не увидите из-за этого. Поэтому важно, чтобы был галстов пучок. Но там есть противоречие между... Галстов пучок, он бесконечно спадает. Вот такой, да? И надо, в общем-то, по-алтавски выбрать. Конечно, если вы выберете очень далекий уровень и спадает, у вас будет как бы интегральная эффективность вашей антенны, так называемой эффективность биофрагмы, апертурная эффективность, очень низкая. И вот берется всегда как бы трейдов, то есть компромисс между тем, что вам нужно. Вот он решен и выбран на уровне где-то минус 10, минус 12. децибел на... Но если у вас есть оптика, то есть, которую вы трансформируете в пучки, пока доведете от пучки от половины, до креостата до антенны, там... Зеркала смысле? Переключение, да. Зеркала. Зеркала. Там выбирается тепер очень-очень низкий. Он выбирается, по-моему, 3 диаметра пучка, пучка гауссового. То есть там тепер минус 20 децибел. Это специфично. Для того, чтобы у вас вот эти боковики и всякие... не дай бог появилось даже малейшим летом. То есть критерии сугубо разные, когда вы работаете с пучками. А 3 децибела, если вы хотите состыковать их в единое поле. Поле, конечно. Вот это другое. Там они будут у вас минимальные искажения давать по интенсивности, по амплитуде. Вот это три разные задачи я вам назвал. Три разных критерия. У нас тут задачи поставлены. Чего гадать-то? Это 3,8 миллиметра по 3 децибелам. Пятно. Ну вот. Чего мудрить-то? Ну, для того, чтобы вы как-то... Не прокручал аж это. Я думаю, не вредно. А сколько надо чего по 3 децибелам? 3,8 миллиметра по 3 децибелам от пятно Эри. Я не создаю. Я не создаю. 3,8 миллиметра по 3 децибелам. 3,8 миллиметра по 3 децибелам от пятно Эри. Как раз по 3 децибелам от пятно Эри. Конечно. Длина шире 288 миллиметра по 3 децибелам от пятно Эри. И, конечно, ширина 6 миллиметра. И считали ее диаграммной образности в случае, если она находится просто не подложка без линзы и в случае, если она находится в линзе. Первый факт, я думаю, что кожана здесь слишком сжата по 1 децибелам от пятно Эри. Почему 4 таких лепестка? Потому что, наверное, их подложка была в конечном размере. На самом деле, там зависит от слошных вопросов. Лепестки для подложки. Вы же конечного размера подложки взяли и поставили ограниченные условия Янис, расслабленные темы. И в этом случае, вот у вас соборка, как протеза будет, при чем это работает. Вот 3 и 4 лепестка. Вы просто объясняли. Давай вот на этом. Ну, на самом деле, уровень у этих четырех лепестков совсем маленький. Там где-то 1,5 градуса белка. В принципе, она такая длинноправная. Но как только линзу поставили, то появился сразу главный кусок. С усилением где-то 12-20 цельё. Ну, фаршу ещё боковые куски тут есть, довольно большие. Различие между главными и боковыми кусками здесь и децибел. Дальше мы попробуем посмотреть разрешение популяризации одиночной щели, которая находится просто на подошке без линза. На первых двух картинках показано распределение полей. На первой картинке вообще плохо видно. Вот эта вот подошка щель находится вот здесь вот. Видно, что поля в этом месте совсем нет. Для одной пуляризации падающего поля, когда реактор Е расположен в поле щели. Когда реактор Е расположен в поле щели и посмотреть сигнал, который в нём возникает, при падении плоской волны, то мы видим, что в одном случае сигнал есть, а в другом просто какой-то шум. Но там у них разница 30 дБ. Разница там у них огромная, или 30 дБ. Почему? Это же по амплитуде под ноль, а сверху тысяча. Тысяча тридцать дБ. Где-то мы видим. Это, по-моему, уже... Нет, это не ноль, здесь 10 минус 4. Почему-то он так оправдан очень много. Там 10 минус 5, потом ноль, потом 10 минус 3. 89, короче. А, 86. Или 70. А, 87. Ага, понятно, все. И мы увидели этот результат, попугались. И вот, по тем своему совету, забываете такое? Или где-то, что он и качает. Так что мы нарисовали 4 щели и попробовали почитать диаграмму направленности при одновременном возбуждении всех 4 портов без лидов. Чтобы получилось что-то такое. Кросслот. Да. То тот, который на реальном дизайне образцы сделан. А как вы эти слоты возбуждали? Мы их возбуждали все одновременно. Слоты, которые находятся напротив друг другу, а их противо-фальшит. 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 Ну, вообще, да, это странно. Причем противо-фальшит. А токов, визуализацию токов делали, а нет? Можете делать? А помню. Что называть фальшит, что называть противо-фальшит? Все наоборот. У них электрические поля должны быть направлены вот так вот. А вот то, что хорошая поляризация из-за уединоса, там принципиально они 180 градусов. Нет. Тогда у нас вдоль подложки будет. Ниже. 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 В равной стороне. В общем, мы как раз решили посмотреть, что будет от нас. То есть, если не порты случают, а просто они принимают сигналы просто равны, то он принимается в противо-фальшит. А, так понятно. Там же, видите, можно... Там у порта есть ориентация. Там вот этот треугольничек... Это просто технически. Там можно треугольнички в одну сторону идти смотреть, а можно в другую сторону. Вот они, похоже, в своем проекте нарисовали так, что они в разные стороны смотрят. Поэтому у них есть противо-фазик. Да. На самом деле, если эти треугольнички смотрят в одну сторону, то все фазы. Понял. Это был вопрос. Это чисто вот... Но мы их крутили по-всякому и в одно направление ставили. Тогда диаграмма очень несимметричная получалась. А, у вас изначально вот подложка конечных размеров, и поэтому... Вся мощность уходит в эти углы. Поэтому то, что у вас реально антенна излучает, это вот маленькие шпаньки на фоне вот этого великолепия. Они очень длинные похожи. Где, в центре, что ли? Да, в центре. Давайте, Ален, давайте попробуем размер подложки увеличить. Нет, там просто гримочные... Ну, там... Время сейчас будет растет. Нет, скажите, мы эти диаграммы смотрели в Бесконечной Кремлии. В Бесконечной Кремлии. А, Антон это на HPSS считал параллельно. И диаграммы были похожи. Ну, практически так же самое, да. Ну, в HPSS опять тоже, там тоже нужно правильные ограниченные условия. Но все это я проходил. Ну, в CST, самый правильный способ посчитать диаграммы направленности, это действительно поместить антенну... Это намного в центр, надо сферы. В общем, у меня в центре комплекции, сфера газовая, я вам могу рассказать. Таких вот. Как же все это посчитать. Что бывает. Поэтому в этом... Ну, что же, если у нее сфера налить постоянно? А они очень легко перебивать, у нее тихий голос. Ну, вот Саша перебивает ее тоже тихим голосом, тогда становится совсем тяжело. А, нужно... Ты перебивай громко, тогда становится все ясно. Конечно. В чем вопрос? Методология, как правильно считать диаграмму направленности в CST. Ее правильно считать на линзе маленькой. И тогда качественно будет видно, какой там лепесток и так далее. А если мы хотим сравнить с линзой и без линзы? Ну, что значит с линзой и без линзы? Без линзы там два случая. Мы делаем такой эксперимент без линзы. Без линзы два под случая. Если с просветляющим покрытием, то вот все будет хорошо. Если без просветляющего покрытия, то будет то, что здесь ставлено. Ставлено. Но в эксперименте мы должны ставить там вместо линзы просветляющее покрытие? Да. Вот у нас есть структура, которую ребята меряют. С линзой и без линзы. И сравнивают, какой от линзы выигрыш. Выигрыш получается очень маленький. Смысл без линзы, да. Только если там просветляющее покрытие на подложке. Слушайте, а что в подобном? Ну, они меряют напряжение. Вот у нас наболонит же свет черным телом. Нет, вот тут, ну что? Чтобы получить тут, надо задаваться не только нам источник. Какой источник? Черное тело. А эксперимент или есть расчет? Эксперимент. Расчет стимулирован экспериментом. Черное тело должно перекрывать температуру. Перекрывать. Таким волну не было. И тогда нужно будет. Все то же самое. Одно пространство будет применять за 2 минуты. Поэтому с линзой, без линзы все то же самое. То есть если линзу как-то очень неправильно поставить, то она может что-нибудь убить. А так? Нет. Линза можно повеличить. Но меньше, чем вы это ожидали. Если у вас линзой крючок, не должно нам ничего уйти. Оно должно уменьшать линзу. Да. Если у вас линзой крючок перекрычет, то он не зависит ни под этим телом. Или для того, чтобы сузить крючок, его было легче перекрыть? Дело в том, что, опять же, если подложка не просветленная, она вряд ли просветленная, то там куча резонансов и отклик. Амбитуда частотная характеристика, она сильно изрезанная. И отклик меньше. Потому что там такой рез непонятный. А когда линза, то, соответственно, гладкая крючок, и отклик больше неправильно, потому что по частоте отклик двигается. А без линзы там куча провалов и тенденансов. Поэтому все понятно. Если мы поставим линзу, то получается как-то вот так. Появляется что-то подобное главному лепестку, но в центре его провал. Вот здесь, например, наложены диаграммы одиночной щели с линзой и кросс-лот с линзой. Видно, что боковые лепестки подросли и центральный лепесток уменьшился. Кросс-лот с линзой получается нулевой чувствительностью обладать. Но это было от того, что это пятно видно не доходит до краю, да? Вот это провал. Пятно меньше, чем расстояние между щелями. Почему в центре провал? Ну, мы когда обсуждали между собой, решили, что просто вот эти четыре штуки, они как-то вытянутся и вытягиваются. И получается вот что-то такое. То есть это просто модификация вот этого. А вы все еще в противопазе все изменяли? Ну, все изменяли. А, ну тогда это кросс-полк как-то. Я еще считаю. Кросс-полк. Это кросс-полализация, попали на кросс-полализацию. Нет. Нет. Это кросс-полализация должна еще быть далее. В противопазе там только доль, получается, две ложки, десять. Ну, это как хотите. Или поле, или ток. Да. А то из трех. Ну, это то же самое. По большому счету это партегонально. То есть в жизни все не так. Ну, вот такой раз этот вопрос, как у полярных спортов. Вот эту вот, как раз, эту штуку полярных спортов, где перепутали. Нет, не перепутали, сознательно поставили, так вот. Какой? Встречные-встречные токи? Что 180 градусов? Ну, да, то есть они не получают, поскольку компенсируют друг другу пальцы. Ну, что и увидели. Ну, вот учебная граната очень хорошо. Учебная граната. Учебная граната. Учебная граната. Учебная граната. Учебная граната. Учебная граната. Дальше мы изменили задачу. Уже возбуждали форты, обсылали просто плоскую волну и смотрели отклик чья. И при фиксированной поляризации эти волны только две щели показывают только две гранаты, остальные две не возбужденные. Хорошо. Хорошо. Так, здесь опять тот же график, что предыдущий. А у кросс-слот сколько получается? Ну, тоже много. А, тоже много? И потом еще последнее, что успели попробовать, это облучали под углом 9 градусов. И тут же увидели, что возбуждаются все порты одновременно. То есть здесь шеляризация существует? Да. Отличие в сигнале всего лишь 10. И что на это разрешили мне 10 дБ. Ну, насколько это корректно, это нужно обсуждать. Так, дальше мы попробовали поменять размер щелей, подвигать их между собой. Насколько у нас было предположение, что они слишком далеко друг от друга находятся, и основная мощность луча приходит в центр, а не на вещей. Ну, вот мы изменили расстояние со 127 до 120 микрометров. При этом также изменили ширину щели, чуть ее сделали пошире. Еще поменяли импедаз, борта, и получилось вот так. Почему-то диаграмма направленности выросла сразу. С 14 на 34. Это в каком случае? Ну, вот мы немножко поуже делали щели. Пересучение щелей делали немножко поуже. С учетом размера пятна, которое получилось при расчете просто пустой линзы, на плоскую волну. Да. Вот так побольше. У нас щели совпало с импедансом портала. Таким образом диаграмма направленности выросла. А нам относительно портал для S параметров чтобы она мерится. Она бы все убедили по нему. Мы их считали. Ну, мерятся же считали. А как мы делали? А чего они? Да. Мы такое как бы подположили, а они в среднем потолкаются? Ну, согласование, чтобы был плохой, если бы сам стало лучше. А какой питаж портал вы назначали? Ну, вот в порядке вот сиом. Там, как это не видит. И вот щитами. Сузили на сколько щелей? Сузили на 120. Как сузили? Что они сузили? Растояние? Растояние между щелей. Вот чуть-чуть сделали поменьше. Длины щелей оставили теми же. Сузили просто перекрестки. И чуть-чуть увеличили ширину. Ну, на самом деле, антенна, она хорошо работает по независимой фаверизации, потому что пересечения антенны приходится на участки с отсутствием тока. То есть, как бы, наружку, например, считать это положение. То есть, тесто у нас только по-другому. И запустит она. Вот, можно представить, как это случалось. В общем, надо было, чтобы завтра уже Саша с нами сел за компьютером. Да. Посмотрел проекты. Да. И объяснил нам косяки. Мы вполне могли пропустить. Да. Мы готовы все заново пересчитать. Да. Ваши проекты. Я. Ну, еще мы меняли число ячеек, на которые разбивает система. То есть, сначала считалось для числа ячеек 5,5 млн. Потом мы попробовали увеличить точность. Делали почти 20 млн. И мы даже с линзой не делали. То есть, видимо, точность достаточная. Тем не менее, считается довольно быстро. Как бы тоже. Потому что те говорят, что с линзой расчет занимает что-то не несколько дней. Не, не. У вас размеры не такие большие, что там считается. Там считается довольно быстро. У вас 4 мм диаметра, 4 мм диаметра, и частота какая центральная? 350. Ну, вы считаете, миллиметр у вас длина волны и 4 мм радиус линзы. У вас всего 4 мм длины волны. То есть, для МДГД можно считать. То есть, и должно быстро считаться? Так оно и будет быстро считаться. Оно и не требует много памяти. Вот о чем вы мне вчера говорили. Соответственно. Да, да, да. Единственное, тут будет как раз отражение от границ очень сильного. То есть, оно будет влиять, соответственно, и на импеданс, и на… От границ, как по сути, что и линзы не просветленные? Нет. Я имею в виду о том, что если линза большая, то вот это вот отражение от границ кремния в воздух, его можно не учитывать. То есть, все, что отразилось, оно там не осталось. То есть, оно там пошло на нагрев и так далее. Вот здесь размеры небольшие, алинохлонцы. Все, что отразилось вот от этой границы, кремния, воздух, оно вернулось и, соответственно, как что-то еще может обратно навести. То есть, и повлия… То есть, это учитывает? Конечно, это учитывает все. У меня все. У меня все. Так. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста, конечно. Ну, все удали много. Спасибо. 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 Спасибо.